На проведении досрочных выборов главы ФИФА только в следующем году настаивал сам Йозеф Блаттер. Он продолжает исполнять обязанности главы Международной Федерации по футболу, хотя требования о его немедленном уходе с поста раздаются до сих пор, даже в рядах самой ФИФА. В частности, Доминика Скала, глава ревизионной комиссии ФИФА, призывал Блаттера уже сейчас сложить полномочия. На этом настаивал и Вольфганг Нирсбах, президент Немецкого футбольного союза. Он выступал за проведение выборов главы ФИФА по крайней мере до Рождества. Впервые после заявления о своей отставке примерно два месяца назад Йозеф Блаттер вышел к публике. Однако пресс-конференция началась со скандала. Один из зрителей подошел к трибуне и швырнул в исполняющего обязанности главы ФИФА пачкой денег. Когда ситуацию удалось взять под контроль, Блаттер заявил, что больше не будет выставлять свою кандидатуру на пост президента Федерации. На пост главы ФИФА может претендовать Мишель Платини. Этой весной француз был переизбран президентом Европейского союза футбольных ассоциаций. У Платини высокие шансы на успех. Он пользуется поддержкой четырех из шести футбольных конфедераций. Решение о том, будет ли он выставлять свою кандидатуру, Платини примет в ближайшие две недели. О том, что они тоже готовы претендовать на пост главы ФИФА, говорили Муса Белити, президент футбольной ассоциации Либерии, бывший главный тренер московского ЦСКА Зико и легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. Между тем, давление на ФИФА растет. Расследование против ее ведущих функционеров набирает обороты. ФБР в США ведет расследование по подозрению в коррупции. Речь идет о многомиллиардных взятках в течение 20 лет, а также о фактах мошенничества, вымогательства и отмывания денег. В то же время швейцарская прокуратура продолжает расследовать возможные нарушения при предоставлении России и Катару право на проведение чемпионатов мира по футболу в 2018 и 2022 годах. В США главным свидетелем в деле о коррупции в ФИФА считался бывший функционер организации Чак Блейзер. Однако, судя по всему, он не дал показаний, подтверждающих вину Блаттера. Доказательства существования коррупционных схем следствие надеется получить от Джеффри Уэбба, который на прошлой неделе был экстрадирован властями Швейцарии в США.